А нахожусь я сейчас на крейсере Михаил Кутузов. Трапов много и надо везде подниматься и спускаться бегом. Этот крейсер почти в два раза превосходит легендарный крейсер Авроры. Вес каждого якоря 7 тонн. Новороссийск это крупнейший порт России. Это крупнейшее пресноводное озеро Краснодарского края и одно из крупнейших пресноводных озер вообще на Кавказе. Земли на территории города, в котором мы сегодня побываем, по словам археологов, были заселены еще с древних времен. Порт в городе крупнейший среди всех российских. Неудивительно, что и корабль-музей города также является самым большим в России. Здесь же находится и одна из самых высоких телебашен высотой в 261 метр. Тут мы посетим и село, известное своими виноградниками, благодаря которому и создается любимое многими вино Абрао-Дюрсо. Это далеко не все интересные факты о Новороссийске и его окрестностях. Друзья, я продолжаю путешествовать по Краснодарскому краю на автомобиле. И сейчас я нахожусь в городе Новороссийск. Новороссийск это не город-курорт, но это город-герой. Чем занять себя на курортах Краснодарского края летом, мы все в принципе понимаем. А есть ли что тут делать зимой? Собственно говоря, серия моих выпусков и посвящена тому, чем же заниматься на курортах Краснодарского края в зимний период времени. Мой предыдущий выпуск был посвящен Анапе и тому, что можно сделать в районе Анапы. Сейчас исследуем Новороссийск. Маленькая сводочка по времени, по погоде. У меня на дворе 10 декабря и температура воздуха 12 градусов тепла, светит солнце, на мой взгляд отличная погода, когда во многих других городах России уже просто все замело снегом. А нахожусь я сейчас на крейсере Михаил Кутузов. И про него я вам расскажу, но чуть позже. Новороссийск город на юге России в Краснодарском крае, являющийся важным транспортным центром. В Новороссийске располагается военно-морская база Черноморского флота РФ, а также крупнейший порт Черного моря. Археологи утверждают, что во времена Палеолита здесь жили первобытные люди. А вот в V веке до н.э. город носил другое название – Бата. И был торговым греческим городом. Название же Новороссийск город получил уже в 1839 году. Город расположен настолько выгодно, что никто не сомневался в его быстром развитии. Однако основатели города не учли того, что город подвержен бородатой катастрофе. Речь идет о боре – сильном ветре, возникающем при преодолении холодным воздухом препятствий на своем пути. Хоть ветер и доставляет до сих пор неудобства местным жителям, он является одной из визитных карточек Новороссийска. Трапов много, и надо везде подниматься и спускаться бегом. Вверх птицей и вниз птицей. Всегда и везде. Таков закон движения по кораблю. Почему стоит посетить крейсер Михаил Кутузов? Для начала поведу несколько фактов. Этот крейсер почти в два раза превосходит легендарный крейсер «Авроры». Да, он моложе на полвека. Его, получается, строили в первом году, и военный флаг свой он получил в 1954 году. В то время как «Аврора» – это 1900 год. У крейсера Михаил Кутузов длина 210 метров. У «Авроры» длина 127 метров. И еще, чтобы вы больше поняли размеры и масштабы этого крейсера. Когда его, во-первых, построили, естественно, это судно называли чудом инженерной мысли. И это реально чувствуешь здесь, когда находишься уже кое-будь что-то нереальное. Полный экипаж здесь состоял из 1200 человек. 1200 человек. И количество комнат превышало 2000. И вот когда ходил, зашел один в коридорчик, и меня попросили оттуда выйти, потому что говорят, что тут очень легко потеряться. Но, на самом деле, когда ходишь внутри, я вам тоже советую это сделать, если вы будете здесь посетить это место. Это реально знаковое место. Здесь проводят экскурсии. Сразу же записывайтесь на экскурсию. Стоимость билета – 300 рублей. И вам расскажут вообще о всем, где он участвовал, как участвовал. И пройтись, посмотреть, почувствовать внутри, как это все было, как жили матросы, когда они плавали. Очень круто, очень круто. Сколько стоил этот корабль? Ну, то есть, не просто вы пришли на рынок, чтобы его купить, а сколько стоило государству построить такой корабль в те времена? Строительство по средним меркам такого корабля обошлось приблизительно в такую же сумму, если бы построили город на 60 тысяч человек. Средний город на 60 тысяч человек в те времена. Приблизительно в такую сумму обошелся этот корабль государству. Кстати, в Новороссийске он оказался не сразу. До этого портом, его базой был Севастополь. Кстати, смотрите мое видео про Севастополь. Севастополь, Балаклаву. Там есть одна бухта, самая большая бухта Европы, которая уходит вглубь на 9 километров. Вообще в Севастополе 29 бухт. Посмотрите выпуск, на мой взгляд, получился интересным. Туристы также приезжают в Новороссийск с целью посещения крейсера Михаил Кутузов. Во время службы он успел побывать в Румынии, Югославии и Албании, Болгарии, Алжире. В 1961 году на крейсере происходили съемки фильма «Увольнение на берег», где эпизодическая роль досталась Владимиру Высоцкому, который провел месяц на крейсере. История деятельности крейсера впечатляющая и геройская. В июне 1967 года он находился в Египте, где оказывал помощь вооруженным силам страны, а с августа по декабрь 1968 года – сирийским вооруженным силам. Всего корабль прошел 2011 900 миль, исполнил 15 дальних походов, а более 700 моряков крейсера были награждены орденами и медалями. Размеры крейсера – 210 на 23 метра. И еще немножечко вам фактов про корабль, чтобы вы и так больше почувствовали его масштабы. На носу установлено два якоря. Вес каждого якоря – 7 тонн. Ну, чтобы вы так понимали, вес среднестатистического слона равен 5 тоннам. То есть, якорь превосходен по размеру слона. А цепи, на которых они поднимаются, значит, во-первых, длина цепей – 306 метров. И вес каждой цепи – 30 тонн. То есть, опять возвращаемся к слонам, моим любимым. Ну, люблю я слонов, ну что можно тут? Вес, получается, цепей у нас – 6 слонов. Итого, итого в слонах можно посчитать, сколько весят цепи с якорями. Много, короче, много слонов. Новороссийск, друзья, никогда не был курортным городом. Поэтому всегда был город портовый. Он относительно молодой город, ему еще даже и нет 200 лет. То есть, история, я не сказал бы тут, что прям плещет. Это не Великий Новгород, да, или там города Золотого Кольца. Чем он интересен? Для начала, конечно же, это юг. Здесь тепло, вот как мы с вами видим. Новороссийск здесь рядом. Здесь рядом находится как Краснодар, так и Геленджик. Геленджик всего в часе езды отсюда. И, конечно, когда вы приезжаете, когда вы смотрите курорты Краснодарского края, в Новороссийск обязательно, я считаю, что стоит заехать, просто посмотреть. И вообще, на самом деле, интересно, ребята, прежде всего, что Новороссийск – это крупнейший порт России. И просто посмотреть. Это вообще город-порт. Здесь, мне кажется, из любой точки города вы будете видеть порт. И у Новороссийск самая длинная причальная площадь, протяженность причалов. Это один из крупнейших портов Черного моря. В имя того, что это крупнейший порт России, он еще один из крупнейших портов Черного моря. Понимаете? Почему? Ну, прежде всего, потому что море здесь не замерзает. И здесь круглый год могут идти какие-то работы корабельные. И вот лично мне, к примеру, очень интересно посмотреть. Да, ты не поплещешься в море, в бассейне не покупаешься сейчас. Просто посмотреть на вот эти масштабы портового города, на эти корабли. Со всех сторон Новороссийск окружен, ну, я бы не сказал, горами, да, но как бы холмами. Ну, прикольно, прикольно, интересно. Еще, чем мне понравился Новороссийск – вы приезжаете на набережную, и классная набережная. Классная. Просто приедете, погуляйте. Просто интересно, красиво, и стоит того, чтобы пройтись. А сейчас, друзья, из самого сердца Новороссийска мы с вами немножко выйдем из города в сторону Абрау, в сторону озера Абрау. Это крупнейшее лесноводное озеро Краснодарского края и одно из крупнейших лесноводных озер вообще на Кавказе. Ехать туда к озеру можно как летом, так и зимой. Почему? Ну, во-первых, озеро – это жемчужина Краснодарского края, во-первых, оно само по себе большое, в-третьих, там есть эко-маршруты. То есть люди туда просто приезжают насладиться природой, погулять с палочками, можно побегать, можно покататься на лодочках. И само по себе оно очень красивое и имеет такой часто бирюзовый оттенок. Я был там летом, зимой я там, не помню, был или не был, летом точно был, очень красиво, а зимой сейчас посмотрим. Конечно, если вы приехали в Новороссийск, то обязательно поедьте к озеру, посмотрите, потому что всего из города у вас займет полчаса оттуда добраться, близко находится и стоит того. В 16 километрах от Новороссийска находится село Абрау-Дюрсо. На самом деле это название двух поселков – Абрау и Дюрсо, которые разделены 7 километрами. В поселке Абрау находится одноименное озеро – самое большое пресноводное озеро на Западном Кавказе. В длину оно протягивается на 3 километра, а наибольшая его ширина – 630 метров. Имеет озеро и свою загадку – в озеро впадает река, на его дне бьют ключи, но вода куда-то уходит, а куда – непонятно. Именно на берегах озера находится известный завод шампанских вин Абрау-Дюрсо. Каждый год вина из коллекции Абрау-Дюрсо завоевывают награды престижных международных конкурсов дегустации. Говорят, что миллионы лет назад на этом месте, где сейчас находятся виноградники Абрау-Дюрсо, было дно океана. Благодаря чему сейчас виноградные лозы впитывают силу и энергию от морских минералов. Сейчас завод проводит и экскурсии для всех желающих, во время которых посетители смогут увидеть легендарные горные тоннели 19 века, полюбоваться виноградниками и даже узнать секреты создания игристого вина.